Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Андрей. Мы находимся на агроцентре Орел и сегодняшнее видео будет посвящено фунгицидной защите на сои. Давайте разберемся, какие болезни были наиболее распространены в нашем регионе в этом году, как мы их контролировали и какие еще преимущества имеет фунгицидная обработка. Итак, коллеги, сегодня у нас десятый день после второй фунгицидной обработки и давайте же оценивать состояние культуры. Это у нас контроль и на нем мы видим повсеместное распространение ложной мощности росы на верхнем и среднем ярусе. Нижний ярус уже опадает, листья уже физиологически увядают. Вот на среднем же везде присутствует ложная мучнистая роса, как и на верхнем. Эта боли у нас обработана Мирависумду 0,5 литров на гектар в начало цветения и 0,5 литров на гектар в начало бобообразования. Давайте оценивать его на наличие заболевания. верхний лист, как можете видеть, свободен у нас, чист. Нет ложной мощности росы. Давайте оценивать средний ярус и посмотрим в посевы. Так. Здесь также присутствует заболевание, как и на контроле, но при этом мы видим, что ложная мучнистая роса сильно подавлена. Только небольшие точки у нас остаются на посевах. При этом больших крупных пятен мы не видим. Итак, коллеги, сегодня у нас 18 августа, прошло чуть больше 30 дней после второй фунгицидной обработки, а это означает, что пришло время оценивать состояние наших посевов. Итак, мы находимся на контроле. Здесь у нас сои уже сильно желтеет. Верхний ярус уже вот так выглядит. Ну и средний с нижним уже совсем желтые. Это у нас обработка Миравис дуо. Таким образом выглядит растение. Верхние листья еще зеленые. Но тоже начинается уже физиологическое созревание, конечно. Это нам ни о чем не говорит, поэтому давайте разложим растение на планшет. По результатам подсчета на контрольном участке на одно растение в среднем приходилось по 20 бобов. Обработка Миравис дуо способствовала формированию 27 бобов, что в свою очередь оказало значительный эффект на урожайность. Спасибо за внимание! Хороших вам урожаев! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok